Социальное обслуживание населения и социальная поддержка инвалидов и семей, воспитывающих детей инвалидов в Брестской области. Главная тема мероприятия, которая состоялась накануне в Комитете по труду, занятости и соцзащите. На встречу помимо представителей учреждения были приглашены руководители организации, которые занимаются вопросами людей с ограниченными возможностями. Цель мероприятия – обсуждение имеющихся проблем и поиск путей их решения. Проблема инвалидов, как таковая, она очень сложная и затрагивает не только Комитет по труду, но и все структуры. Если говорить в определенных цифрах, то 75 тысяч инвалидов в Брестской области – это довольно-таки большое количество людей. И, естественно, не все они находятся где-то в поле зрения общественных организаций. Да, они объединены, конечно, не все в силу обстоятельств. Поэтому мы хотим дойти до каждого человека, посмотреть, какие на сегодняшний день есть проблемы и каким путем решаются эти проблемы. Это мы все сегодня и обсудим. Одна из частей мероприятия – доклады специалистов Комитета. В рамках выступления был рассмотрен широкий спектр тем, в их числе предоставление социальных услуг. Активно в данном направлении, к примеру, работают территориальные центры социального обслуживания населения. Такие учреждения есть во всех районах и городе над Бугом. Каждый год в свой список услуг они добавляют новые позиции, ориентируясь на нужные пожелания подопечных. В настоящее время на базе центров функционирует более 180 кружков и клубов по интересам, а также порядка 30 реабилитационно-трудовых мастерских. Все больше людей с ограниченными возможностями находят в стенах подобных учреждений что-то полезное и нужное для себя. Самое главное для них на сегодняшний день это безбарьерная среда, их возможность быть полезным к обществу и доступность к этому обществу. Хочу сказать, что безбарьерная среда в голове у всех людей у нас, она уже преодолена, я думаю. Сегодня уже никто не оглядывается на инвалида-колясочника и так далее. Поэтому интеграция инвалидов в общество, создание безбарьерной среды как таковое на сегодняшний день, наверное, стоит на первом месте. Напомним, Беларусь в 2015-м подписала, а в 2016-м году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В реализации ее положений задействованы органы законодательной, исполнительной, судебной власти, а также гражданское общество. Координация деятельности всех заинтересованных структур проводится в соответствии с утвержденным национальным планом действий на 2017-2025 годы.